Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наш рассказ о книге Тейлим, 27-й псалом. Это один из десяти базовых сферотных, так сказать, псалмов. Он относится к сфере Бина. И, в принципе, сила раскаяния в мире приходит именно оттуда, пишут мудрецы. Во всех общинах еврейского народа принято читать 27-й псалом во всех дни, начиная вот то, что называется Дни Милосердия, начиная с Рош-Кодыш месяца Иллу и до Йом-Кипура. Раф Роках, такой великий Раф был, он написал, что каждый, кто произносит 27-й псалом с начала месяца июня до кончания Симхат-Тара, даже если небеса не вынесли ему, не дай бог, плохой приговор, он может отменить его. Дополнительно сгул от к этому псалому есть еще, написали мудрецы, что тот, кто произносит этот псалом каждый день, он закончит этот год в добре, приятности, и что обещано, что не будет у него недостатка в пропитании. Рье Кодош, вообще великий каббалист, который говорил еще круче, он говорил, что если каждый год вы читаете два раза в день этот псалом, в этот год человек не уйдет из этого мира. 27-й псалом еще говорит, на это я полагаюсь, такая фраза есть, значит, на это Безот. И вот Безот означает Тору, написано, и это Безот Тора. Известно, что когда существовал храм, искупление греков служили и жертвоприношение. Сейчас каждый человек, это может быть подобен Коину, и делать жертвоприношение, в каком плане, что делать, написано тому, кто согрешил, а теперь раскаивается. Намек этот в трех словах здесь. Голос, пост и деньги. Числовое значение каждого из этих трех слов одинаковое, 136. Сумма всех вместе 408. Как сказал царь Давид, вот в этом псалме, на это я полагаюсь. Первое, на это, на Тору, то есть изучение Тора спасает в этом мире, написано. Раскаяние, кто может держать пост, кто нет, может откупиться. И благодеяния, добрыми делами, помогать людям материальным. Что еще написано очень интересно про этот псалом? Есть такие слова, чтобы созерцать благо Господне. И пишут, что очень к этому относится очень интересное толкование, что на нашем лице органы расположены специально в определенном порядке. Рот находится на самом низком уровне, потом над ним нос, а на самом верхнем уровне глаза. В этом мире Бен Ишхай говорил, что основным источником удовольствия является питье, еда, это рот. В следующем мире мы сначала входим в нижний, написано, где наши души наслаждаются запахами, ароматом. А после этого, поднимаемся в верхний, где уже видение, это глаза. И эта прогрессия написана как раз и соответствует структуре лица. И заключается такое послание, любой ценой сохраняйте духовное зрение. Тигилим 27, я уже сказал, месяц Элул. Аризаль учит, я уже расширю, что каждый, кто читает 27 главу Тигилим на святом языке два раза в день, утром и вечером, до конца Янки-Пура ему обеспечено, что для него будут открыты 13 врат милосердия в этом году. Почему именно этот псалом? Аризаль говорит, что в этом псалме 13 раз упоминается святое имя Бога. И при каждом произнесении этого имени открывается одно из 13 врат. Ари, я уже говорил, тому, кто дважды в день читает этот псалом, ему гарантирован хороший год, и даже если приговор вынесен, он будет аннулирован. Написано, все ангелы становятся бессильны обвинителем. Что еще? 27-й псалом содержит 13 ссылок, я уже говорю, на имя Бога, которые, как говорят, защищают нас от любых злых указов, которые нас судят в течение праздника в Регалиме. Интересна еще одна вещь, что предпоследняя строка псалма начинается словом Лулэ, состоящая из тех же букв, что Элул. Поэтому чтение 27-го псалма в течение месяца Элулы имеет силу особую для устранения всяких злых указов, которые будут вынесены там, не дай бог, в этот период. Этот псалом считается настолько эффективным в духовном плане для разбития всяких проблем, для всяких, написано, спасений, что некоторые авторитеты, они считают, что его надо читать каждый день, и это большая-большая будет заслуга. Браха вас лаха, все, что мы пока знаем об этом псалме.